Я решил сделать трансляцию. Трансляция у меня будет сразу одновременно в прямом эфире, поэтому буду очень рад сегодня сделать такую коммуникацию для всех. Итак, дорогие друзья, хочу сразу сказать, что у меня будет несколько пунктов, несколько важных моментов, которые я хотел бы донести вам сегодня на фоне того, что вы сегодня видите. Я являюсь центром позитивной энергии уже не первый год. Те все, кто меня знает, даже когда я был в школе, когда я еще не был миллионером, получал обычные оценки, ходил с обычным портфелем, получал в обычный дневник замечания учителей. И, конечно же, как и все вы, двигался дальше и получил путевку в жизнь. Каким-то образом, разными путями мы приходим в сетевой бизнес, хотим свободу, жизнь без ограничений, не иметь потолков в финансах и, конечно же, быть в ладах с экологией, с социумом и так далее. И я буду сегодня аргументированно рассказывать на основании своей истории, какие есть возможности в карантин и послекарантинный период. Мы переходим как раз в новую тему. Это у нас такой период называется диджитализация, ускоренный процесс, по сути, на самом деле. И для многих это было как-то удивительно, к этому все шло. Как вы заметили, все прекрасно понимают, что можно ожидать от происходящих событий. Конечно же, какой-то определенный прогресс. У кого-то будет дегресс, депресс, а у кого-то прогресс. И такого шанса не было никогда, как сейчас, потому что как раз на волне той ситуации, которая сегодня происходит в мире, бизнес в интернет начинает процветать, прогрессировать. И я заметил это уже на основании своих доходов, потому что апрель месяц был такой незначительный, несущественный, потому что ноги шли по инерции. Но команда мобилизировалась, наш бизнес стал очень востребованный и команда начала расти и развиваться. Я хочу сказать, что вчера я получил очень такое позитивное сообщение, видеосообщение от Магнуса в личку в WhatsApp. Очень ему благодарен за позитив, что он находит время. Вспомнил фотографию, как он недавно, слава богу, до карантина успел заехать к нам в гости. Вот покажу вам фотографию. Вебинар сейчас вы видите, как веду, в прямом эфире. И Магнус это тот человек, который будет завтра выступать, и мы все ждем его обучения, лидерский взгляд на происходящие вещи. И немножко расскажем то, что есть на самом деле. Давайте признаемся честно, что происходит сейчас. Социум всегда будет чем-то недоволен. Общество всегда недовольно, потому что они думают, что они каким-то образом могут выпросить у вселенной, или у соседей, или у близких, или у МВФ какую-то прибыль. Я не понимаю вообще на самом деле, зачем искать недовольство, если все прекрасно, и все вы живы и здоровы, и процветаете. Вот, к примеру, одно недовольство, доллар растет. Такая паника, но когда у нас доллар начал месяц назад падать, и два месяца назад, все-таки думают, блин, я купил доллары, что происходит, я же кучу денег потерял. Понимаете, очень сложно, очень сложно людям угодить. Вы согласны? Вот большинство. И все всегда чем-то будут недовольны. Вот сейчас нефть буквально недавно подорожала, да, буквально полгода назад произошло какое-то подорожание. А сейчас она резко дешевеет. Более того, анекдот такой есть. Он говорит, почему бензин, почему нефть? Тот говорит, бесплатно. А другой ему отвечает, а почему так дорого? То есть сегодня уже многие вещи, очевидные вещи, которые стоили дорого, вы покупаете сейчас на бирже нефть, а вам еще сверху платят 40 долларов. То есть вы понимаете, что происходит сейчас? Полный переворот сознания. И на всем этом фоне сейчас ситуация, и я буквально скажу честно, написал Магнусу, что благодарен основателям компании, Роберту Йонасу Автекникову и Магнусу, за то, что они прививали к нам культуру. Мы долго очень говорили о том, что зачем вы говорите про экологию, ну как-то так это очень слишком далеко пока, вы слишком вперед забегаете. А по сути мы уже все начинаем думать про экологию. Потому что если мы не подумаем об экологии, то кому-то придется подумать за нас, понимаете? Никто не удивляется, если завтра прилетят инопланетяне и скажут, ребята, хватит издеваться над планетой. Мы не для этого эксперимент запускали с человечеством. Вот, ну это в шутку, конечно. И, конечно, многие люди говорят, что Арифлейм слишком дорого. Люди говорят, что Арифлейм это слишком дешево. Никто ничего не покупает. И у меня возникает вопрос, а где же компания выплатила только премиями на территории бывшего Советского Союза больше одного миллиона долларов? То есть откуда компания выплатила такие суммы денег? Автомобили подарила на один миллион долларов? Премии выплатила на один миллион долларов? Более полмиллиарда долларов пассивного дохода на счета предпринимателей Арифлейм за 2019 год. И когда говорят, что бизнес не работает. Поэтому я хотел бы сказать, что проблемы были, есть и будут у низкотональных, низковибрационных людей. Я специально поставил такой черный слайд, чтобы он отрезвлял ситуацию, потому что нельзя заигрывать, играть в подавки, нельзя переигрывать. Ходить все время жаловаться, когда встречаете близких людей, вы начинаете, когда встречаете, долго не видели родню, и вы начинаете рассказывать, как все плохо. Ребята, вы сами себя опускаете ниже эмоционального тона, который удерживает вашу положительную вибрацию, чтобы вы жили, чтобы у вас был иммунитет и развивались. Сейчас ситуация такая, идет проверка. Вот каждый день у нас были испытания, проверки, тесты и так далее. Сегодня экзамен. Вы все сдаете экзамен на позитив, вы все сдаете экзамен на счастье, на правильные ощущения, на правильные чувства, на положительные эмоции или негативные и так далее. И если вы сдадитесь, если вы чего-то испугаетесь, все. Все. Соответственно, любой вирус, даже обычная простуда, мы не будем говорить сейчас о ситуации, как там коронавирус, потому что через несколько дней появится новый вирус, и вы запомните сегодняшнюю дату. Сегодня 21 апреля, а я вам уже заранее сообщаю за месяц вперед, что будет вирус под названием синьки, синьки, и он еще будет сильнее, понимаете? Поэтому очень важно сегодня позитивно настроиться и выбрать тех людей. Вы заметили, что посмотрите на свой бизнес. У вас в бизнесе начинают работать те люди, которые позитивные. Вам не нужно было даже чистить этих людей, вам не нужно было даже с ними прощаться, вам было тяжело бросить этих людей. Но жизнь показывает, что рядом с вами оказались именно лучшие люди, сильные люди. Вот эти сильные люди, положительные люди, они сделают в 10 раз больше, чем те люди, которым вы вытирали сопли, подставляли свою жилетку и так далее. Ваша главная задача сейчас полностью настроиться на позитивный рост, на хорошую динамику и развиваться вперед. Только на уровне энтузиазма. Сравните, пожалуйста, я всегда провожу параллели. То, что сейчас рассказывают по телевизору, они реально говорят правду в какой-то степени, с маленькой точки зрения. И обратите внимание, говорят, что страдают кто? Пенсионеры и у кого хронические заболевания. Ну, у всех есть хронические заболевания, но если их много, там 5 заболеваний хронических. Ну, допустим, у кого-то там проблема была с легкими, ну, когда-то у кого-то была там простуда, бронхит и так далее. Это не смертельно. Но если у вас 5-10 хронических заболеваний, конечно, у вас будет риск. Вот, поэтому ваша главная задача сейчас однозначно повысить свой эмоциональный тон. И почему дети меньше всего страдают. Говорят, да, коронавирусом болеют дети. Но вопрос, в каких позитивных семьях они живут? Если вы посмотрите на эту ситуацию, что даже среди богатых людей есть негативные люди. Поэтому в Верховной Раде или где-то там еще, в других парламентах, кто-то заболел, а кто-то нет. Но они находились рядом. Они-то контактировали постоянно рядом. Почему один заболел, другой нет? Вот в чем причина, что низкие вибрации, страх, уныние, растерянность, потом рассеянность, потом не имение конкретной цели приводят в тупик. Вот посмотрите, пожалуйста, на маленьких детей. Почему большинство маленьких детей не болеют коронавирусом? Ответ простой. Энтузиазм, чистый воздух, шаловливость, балуются, не придерживаются каких-то жестких регламентов. Вот попробую ребенку что-то запретить. Вы сможете сломать ребенка? Но это будет уже насилие, чтобы сломать ребенка, его психику. Поэтому ребенок всегда добьется того, что он хочет. Ну, если вы можете его на что-то переключить, может быть, тогда и так далее. Но берите пример сейчас, очень сильный пример для того, чтобы, я сейчас не говорю выжить. Вот такой бред говорит по телевизору, что наша главная задача сейчас выжить. Наоборот, сейчас лучшее время. Ребята, я являюсь профессиональным стресс-менеджером, который сам сделал себя по одной простой причине. Я начал сотрудничать со шведской компанией. И у меня накануне всех грандиозных кризисов почему-то делалось крупно-большое звание. 2013 год. До Майдана, до того, как наш курс доллара вырос в 4 раза, мобилизация сил. Мобилизация сил. Группа, нашлись люди, появились люди в моей жизни, начали появляться, вот я даже их не знал, они появлялись. Потом люди, которые были у меня обычными директорами, золотыми и сапирами, резко захотели быть бриллиантами. И они сделали эти бриллианты в 2013 году. И накануне тех событий, которые произошли в Украине, делается звание старший президент, закрываются 3 звания одновременно. Вот сидел, сидел, ничего не делал и резко начал делать. Сейчас этот период времени. 2020 год. В течение всего года вам сейчас нужно отложить все свои дела и включиться в создание, построение своего бизнеса. Ни в коем случае не терять бдительность, не упускать. Возможно, вы будете спать по 5-7 часов. Бывает такое. Я сегодня тоже до 4 утра делал, переставлял, оказалось у меня за последних 2 месяца, если взять распечатку и глянуть, у меня было 53 регистрации. 53 регистрации в первую линию. Мне нужно было до 4 утра этих людей переводить. И то не успело я это сделать. Сейчас у меня просто сумасшедший бум. Я не успеваю все делать. Я прошу своих последователей, которые идут за мной, которые хотят получить такой же результат, чтобы научиться у меня. Быстрее берите с меня пример, то, что делаю я. То, что я делегирую на вас, мне очень легко и приятно становится, когда вы начинаете делать простые шаги. Вы быстрее обучитесь и ваши люди начнут быстрее делать. Вы быстрее повзрослеете в этом бизнесе и ваша уже группа будет делать то, что делаете вы. Дальше. Безусловно. Сегодняшняя реальность. Все люди в 3 раза больше начинают думать про гигиену. Руки моют, магазин пришли. Там, 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 там. Это постоянно будут идти обороты и товарообороты. Мы как раз специализируемся на этих продуктах. То есть, мы сегодня вообще лидеры номер один. Выбор наших средств по гигиене самый большой. Понимаете? Люди сейчас не стали больше там вытирать пыль на мебели. Люди больше стали ухаживать за собой. Понимаете? Вот поэтому это очень важный момент. Обратите на это внимание. Люди в 10 раз больше думают про здоровье и иммунитет. То есть, человек лишний раз уже купит витамины, чем он купит бутылку вина или водки. Но если он на высоких вибрациях живет, он купит лишние витамины. Он витамины... Я покупаю витамины сейчас не только себе. Я покупаю всему своему окружению. Кто живет в моем доме, приехали гости, они мне пьют витамины. Все няни пьют витамины. Помощники по дому тоже пьют витамины. Потому что если они заболеют, то есть риск, опасность, да, что они могут заразить кого-то из моих членов семьи. Это очень важный момент. То, чтобы вы побеспокоились о своих близких и о себе в первую очередь. Если вы тянете все на себе, то вам надо быть здоровым вообще. Вы понимаете? То есть, ваша оболочка должна быть полностью защищенная. Сегодняшняя реальность. Когда мне люди говорят, где искать людей, половину населения планеты на карантине и самоизолированной. Вы понимаете, какая ситуация? Дальше. В первый месяц карантина в среднем более 15% уже, ну, безработица в каждой стране от 5 до 15%. А еще плюс 15% появилось безработных за первый месяц. Когда люди говорят о том, что карантин закончится, не закончится, я сразу вам в следующий говорю прогноз. Можете не ходить в гадалки и так далее, просто запишите сегодняшнюю дату, 21 апреля, я вам сообщаю, 2020 года, что возможно, вот эти ситуации, перепады с карантинами и ограничениями будут длиться до середины марта 2021 года. Еще год будет такая ситуация. Это как минимум. Если вам расскажут, что это все закончится, нет, это все управляется и рассчитывать от этого нельзя. И надо адаптироваться к этим условиям. Воевать с этими условиями вы сейчас не можете. Мы не готовы. Первое. По законам трансерфинга и вселенной нужно принять, да, маятник уже раскачан, принять, научиться жить в этих условиях, не протестовать. И в этих условиях стать лидером. И если вы станете лидером в этих условиях, вы можете только после этого влиять на ход событий, которые происходят в мире. В тех условиях, в которых вы находитесь, надо стать лидерами. Понятно? Если вы сразу начнете возмущаться, вас это ни к чему не приведет. Если вы будете возмущаться, за вами люди не пойдут. Если вы будете возмущаться, от вас люди отвернутся. Люди хотят, чтобы были рядом наставники и центры позитивной энергии, которые знают, что делать, знают, куда везти, показывают результат, показывают, что это все работает. Ваша система работы работает. Знаете, как говорят немцы, купи технику и не мешай ей работать. Я вам говорю так. Присоединяйтесь в нашу команду, команду Алексея Севрука, которые пережили пять кризисов. Наша команда просто-напросто пережила пять кризисов. Это был 98-й год, это 2001-й год, 2006-й год, 2009-й, 2014-й и сейчас. Мы реально начнем прорываться. Многие говорят, что мои витамины это чеснок и лук. Я хочу вам сказать одну важную вещь. Я очень сильно доверяю индусам. Я не кришнаит, но я доверяю тому учению, которое у них есть. Потому что йога – это просто самое превосходное средство для беременных, средство для тех, у кого проблемы со спиной, средство вообще обермонии, кто занимается йогой. Ну, согласитесь. Индусы очень много еще полезного дали. И индусы считают, ну, на их взгляд, что чеснок и лук – это продукты, которые не совсем совместят. То есть, их можно пользоваться ими в крайних случаях, но они не созданы для того, чтобы ими питаться регулярно. Они могут убить некие вирусы, да. Но чеснок и лук изнутри негативно влияют на ваш кишечник и на ваш желудок. Совершенно верно. Вот Маргарита Суботина из Крыма сообщает, что надо лечить свои мозги. Это самое главное. Потому что вы таким образом полностью можете выздороветь, если ваши мозги будут работать четко. Итак, дальше. Как обещала сегодня, очень короткое выступление. В Украине посчитали количество потерявших работу. И цифра эта растет. Маргарита Суботина из Запорожья. Ага, здорово. И большинство автоматических, у всех в голове поиск искать работу в интернете. И ваша главная задача первым достучаться. Если вы кому-то расскажете информацию про работу в интернете не первые, но вы расскажете красивее, лучше. Если человек еще думает, взвешивает, он присоединится именно к вам. А если вы не умеете это делать, то телефончик вы даете своему наставнику, чтобы сделали ту конференц-связь, о которой мы говорили. На каждом обучении мы об этом рассказываем. И когда мне говорят о том, что с чего начать, начните просто даже, знаете, у меня новички начинают заказывать зубную пасту. Зубная паста, совместный проект Disney и Pixar Pictures. Вы знаете, что наша компания постоянно выпускает детские продукты на эту тематику. И, конечно же, я хочу сказать, что зубную пасту детской вы можете вообще выстроить в доверительное отношение. Не надо гоняться сразу за большой прибылью. Дайте человеку попробовать зубную детскую пасту ребенку вашего знакомого. И он поймет, что эти продукты действительно очень классно, хорошо работают. Я покажу слайд, вот этот слайд, где как раз все наши зубные пасты взрослые. И, кстати, они сейчас тоже у нас есть в каталоге на последней странице. И зубная щетка у нас, кстати, на липучке. Зубная щетка вместе продается сейчас в наборе зубной пасты. Если мы говорим про бизнес, то, как мои новички подсказывают, у меня сейчас очень много регистраций. И я признателен своим новичкам, которые по жизни являются лидерами. Они просто говорят, Алексей, в этом бизнесе нет конкуренции. Этот бизнес самый выживаемый в карантин. Это действительно так, потому что это работа, так как мы уже заняли первое место в тренде салон красоты дома. У меня есть очень много критиков, где я живу, в своем коттеджном городке. Но мне потом после того, как люди критиковали, они пишут мне в личку и говорят, слушайте, у вас на самом деле хорошие продукты. Потому что мое первое знакомство началось, когда я поехал в Крым. И когда я посмотрел на свои пятки, то у вас раньше до дистрибьюции были магазины, где Арифлэм продавался. И серия для ног, это была самая шикарная серия в моей жизни. Потому что крема для ног были с миндальными орешками. То есть скрабировалась и увлажнялась стопочка. Пяточки были, как попочка младенца. Вы понимаете? То есть насколько сильный продукт. И люди, которые сейчас дома находятся, они за собой начинают уже присматривать даже некоторые детали, которые они раньше не замечали. Ну, к примеру, даже краски для волос. У нас есть краски для волос, которые стоят 100 с чем-то гривен, которые производятся вместе с известными красками итальянских брендов. В Италии мы делаем, у нас паблика в Италии. И мы делаем краски с известными компаниями, которые выпускают краски для салонов красоты. На тех же самых линиях. На том же самом заводе. И с того же качества. Ну, кстати, по качеству мы немножко опережаем, потому что у нас даже компоненты, которые есть, они более щадящие, они меньше имеют вот этих свойств, закрепителей, которые имеют потом побочные эффекты. Мы в этом деле, шведы, в этом очень аккуратны. И сейчас онлайн-рекрутинг есть у каждого нашего вышестоящего директора. То есть в команде у Алексея Севрука каждый директор обладает этой системой. И если вы еще до сих пор ее не знаете, можете спросить у своего директора. А если вы в моей команде, вы можете спросить у меня. А если вы еще не в нашей компании, не в нашей компании, вы можете найти меня в социальных сетях. Пишите Алексея Севрук. И самое главное, напишите в скобках, если вас кто-то пригласил или вы уже были приглашены кем-то из своих близких. Напишите в скобках, потому что я подскажу, где вам найти вашего человека, который вас пригласил в этот уникальный бизнес. Потому что мы можем сегодня говорить только о продуктах, но я просто хотел сегодня сказать именно о бизнесе, откуда берутся деньги. Потому что сегодня вы пригласили 5 знакомых. Мы рассказали вам и помогли провести встречи для ваших знакомых. У каждого из ваших пятерых каскадным методом будет 25 знакомых. К примеру, вы начали в апреле, 5 человек, в мае у вас уже будет 25, а в итоге за 2 месяца уже 30. 30 человек приглашает по 5 человек, это уже 150. И 150 плюс 30, за 3 месяца у вас уже 180 человек. И плюс вы, 181. Вот 180 человек в среднем достаточно активных людей для того, чтобы получить звание директора. И вы квалифицируетесь бесплатно на поездку в Таиланд. Вот. О Таиланде я сейчас вам тоже покажу. У меня есть слайд такой. Вы видите его, да? Есть план на конференцию. Как поехать, как квалифицироваться. Любому новичку, который придет, может поехать. И мы распишем с вами план и поможем, потому что мы, каждый лидер, каждый директор помогает растущему. Если растущий сказал, я хочу идти на бизнес, на структуру, тогда мы регистрируем вас в ветку, спонсорскую ветку. И помогаем вам, чтобы под вами были регистрации, был поток людей и так далее. Мы расскажем все эти механизмы детально, потому что я постоянно обновляю презентации, запущу новые презентации для того, чтобы вы могли уже в новом свете, в новой сфере адаптироваться и расти. Вот. Поэтому я благодарен вам за сегодняшнюю встречу. Рад, что вы сегодня присоединились к нам на мероприятие. Если следите за нашими новостями, я всегда буду на связи и буду всегда центром позитивной энергии. Ну, это моя просто фишка. Я не знаю почему, но я заряжаюсь от того, что есть трудности. Возможно, это как раз тот стресс, который нужен. Главное, чтобы от стресса не уставать. Нельзя находиться в стрессе постоянно. Но маленький стресс, он помогает выделить адреналин. Да, то есть есть люди, которые гонщики, они набирают скорость для того, чтобы набраться. Я считаю, что вот эту скорость нужно набирать в бизнесе. Это безопасно. Потому что если ты едешь на мотоцикле, кому-то нравится, я вчера был в магазине, он говорит, а что вы не ездите на двух колесах? Я говорю, на четырех колесах как-то надежнее, потому что я могу еще поговорить по телефону и так далее. Поэтому я хотел бы сказать, что это надежный бизнес. Сетевой бизнес компании Reflame – это четыре колеса. Это устойчивый бизнес. Это продукт, который не исчезнет. Это товар, который нужен на каждый день. Это поставки продукции, которые обеспечены регулярно. Компания входит в число 10 самых лучших, крутых MLM-компаний мира. Единственная европейская компания из Швеции, где население 9 миллионов, где в двух странах не объявили карантин – это Белоруссия и Швеция. Шведы являются хорошим примером для нас, как надо быть позитивным, как не сдаваться, как идти на пролом, как не соглашаться с мнением. Не в противовес, не бороться с этим, а просто жить своей жизнью и продолжать строить свои планы. Я рад, что вы сегодня присоединились на наш вебинар и ждем вас на следующих мероприятиях. Я надеюсь, что я дал вам толчок, дал вам энергию, вы подзарядились, вы ставите перед собой серьезные цели, вы верите в свои силы, вы ведете за собой хороших, качественных людей на высоких вибрациях. Всего хорошего, с вами Алексей Севрук. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии, сохраняйте колокольчики, я всегда рад. Критикуйте, жду критику, всегда буду рад. Довольный, не молчите, пишите. Я счастлив, что я имею возможность, благодаря интернету, благодаря той ситуации, которая произошла, чаще будет с вами на связи и быть полезным для достижения именно ваших успехов. Всего хорошего, счастливо, пока.